Шалом и варха, дорогая община Хафидс Хаим. У нас 19-й урок иврита. Сегодня он будет немножко проще. Мы поговорим о двух буквах, которые мы выучили. Последние буквы наши выучены, это буквы ВАВ и буквы ЗАИН. Почему мы учили их немножко не в попад? Потому что эти две буквы, они очень похожи друг на друга в печатном написании. В печатном варианте хвостик вверху буквы ВАВ, он очень маленький. А у буквы ЗАИН он немножко, можно сказать так, выходит за свою вертикальную плоскость. Это такая маленькая крышечка вверху. То есть они печатные, очень похожи. Как вы увидели, рукописные они не похожи. Рукописная буква ВАВ, это просто палочка вертикальная. А буква ЗАИН это пятерка без верхней крышки, то что мы сказали. Итак, получается, что ВАВ, издавая звук В, получается, что у нас в иврите две буквы передают звук В. Буква БЭТ, она также периодически читается как ВЭТ, как В. И буква ВАВ тоже В. То есть у нас две буквы передают звук В в иврите. Однако мы с вами помним, что в начале слова это всегда БЭ. То есть буква БЭТ в начале слова всегда БЭ. Поэтому, если слово начинается на слух с В, на письме это передается буквой ВАВ, а не БЭТ. БЭСЭДЕР? Например, знаменитая ВОДКА. Если вы напишите с буквой БЭТ, имея в виду, что это В, потому что буква БЭТ, она обозначает звук и Б, и В, то это будет БОДКА. А если вам так и надо, чтобы это обозначало ВОДКУ, то вы напишите с буквой В. Поэтому, если слово на слух начинается с В, на письме это передается буквой ВАВ. Также она может стоять и в середине, и в конце слова. Какие у нас есть примеры с буквой ВАВ? Например, имя Давид. Буква ВАВ стоит в середине. Первая буква ДАЛИТ, вторая ВАВ и третья ДАЛИТ. РОЗА на иврите это ВЕРЕД. То есть буква ВАВ стоит в начале слова. ХОЛОСТОЙ на иврите РАВАК. РАВАК. То есть в середине стоит буква ВАВ. И, в принципе, гораздо чаще нам буква ВАВ будет встречаться в другой роли. Потому что на основе буквы ВАВ образуются две огласовки. Огласовка О. Если над ВАВ стоит точка, опять же знаменитая ВОДКА, будет идти одна буква ВАВ, и вторая буква ВАВ, над которой точка. Первая будет эта буква В, а вторая будет буква О. Удивительно. То есть В, ВАВ, имеет точку наверху, превращается в О. А имеет точку внутри себя, превращается в У. Ну, например, так же скажем, что мы все о ВОДке. ВИЛОН за навеска после буквы ЛАМИТ стоит ВАВ с точкой наверху. ВИЛОН. Беседов. По поводу ЗАЙН, мы с вами сказали, это зеркальное отражение буквы ГИМЛЬ. Когда мы писали ГИМЛЬ, это пятерка наоборот без крышки. То есть пять, как мы пишем, да, обыкновенную пятерку. Вот наоборот, если мы ее напишем без крышки, это будет ГИМЛЬ письменный. А если мы ее напишем, как нормально мы пишем пятерку, без шляпки, то это будет буква ЗАЙН. К примеру, ЗАЙН, ну, хорошо бы запомнить слово ЗОЛЬ, дешево, дешевый. ЗОЛЬ. Первая буква З. И вторая, вот то, что мы с вами только что говорили, это ВАВ с точкой наверху. ЗОЛЬ. Получилось ВАВ точка наверху, получалось О. Слово МАЗАЛЬ, да, мы все говорим МАЗАЛЬ ТОВ. ЗАЙН посередине у нас. Слово ГЭЗЕР. Морковка. ГЭЗЕР. Или, например, слово ЗАГАВ. Это золото. БЕСЕДЕР. Вот мы научились уже писать, понимаем, что значит эти две буквы. Домашнее задание. Мы начинаем уже писать буквы девятую и десятую. Это ТЭТ и ЮД. Достаточно просто их писать. Что представляет из собой ТЭТ? Такую кочергу. Мы вам пришлем. Что представляет ЮД? просто запятая наверху. Запятая наверху – это буква ЮД. Несмотря на ее простоту, каббалистически и вообще во всех аспектах она имеет фундаментально огромное значение. Ее гематрия – 10. Об этом мы поговорим потом, пока мы будем тренироваться с вами писать буковку ТЭТ и буковку ЮД. И, конечно же, обязательно повторяйте счет слов, которые мы уже с вами выучили, а также то, что находится у нас в сумке. Возьмите и назовите, что у вас находится в сумке на основе предыдущих двух уроков. Они небольшие, поэтому послушайте и наслаждайтесь тем, что вы уже что-то понимаете и умеете говорить. Хорошего вам дня! Любите иврит! Субтитры создавал DimaTorzok